Здравствуйте. Маску с лица не снимаем до конца повестки. Здравствуйте. Хорошо. Инструкторы физкультурно-оздоровительного комплекса Балаковского филиала АО «Апатит» в период самоизоляции перешли на новый режим работы. Нет, они не организуют тренировки онлайн. Девушки ежедневно проводят мониторинг состояния здоровья работников предприятия во время их следования на завод. Мы работаем как мобильная группа в автобусах, измеряем температуру, следим за тем, чтобы люди обрабатывали ручки, на них была маска надета на лицо и чтобы рассаживались по одному. Работаем утром и вечером. Утром сейчас стало по два рейса и вечерний один рейс. 22 человека в автобусе – такова нынешняя норма для тех, кто следует на работу. И чтобы не было скопления людей в одном салоне, мобильная группа по ходу движения транспорта регулирует ситуацию. Есть координационный чат. Все автобусы, все наши сотрудники в нем состоят. Это для того, чтобы по ходу движения автобусов мы могли знать, в каком автобусе в данный момент, в данную минуту, сколько человек. Ни одной задержки, ни одного рейса, вот мы работаем, уже два месяца не было. В период пандемии коронавируса многие работники Балаковского филиала АО «Апатит», которые перешли на дистанционный режим работы, не могли остаться в стороне и стали волонтерами. Они развозили продуктовые наборы и необходимые средства защиты сотрудникам предприятия, которые входили в резервные группы и находились дома на самоизоляции. И если для этих добровольцев волонтерская деятельность – это временная обязанность, то сотрудники комплексного центра социального обслуживания населения постоянно на связи со своими подопечными. В период с 25 марта по сегодняшний день на телефоны всех горячих линий поступило 574 обращения, из которых 319 – это консультации граждан и 255 обращений – это факты конкретных заявок с просьбой приехать к ним и приобрести то или иное необходимое продукты питания, медикаменты, оплатить коммунальные услуги, даже были просьбы оплатить кредиты в банках. И если раньше пожилые балаковцы получали от социальной службы помощь по графику, то сейчас по мере необходимости. Механизм взаимодействия за два месяца самоизоляции уже отработан, хотя многие заявители сначала стеснялись просить о помощи. В первое время вроде как и они еще тушевались, и мы еще как бы… А сейчас все вот готово уже, они пришли, все готово. И список я продумала, даже написала в какой коробке чего. И они приходят туда, им уже проще. Ага, вот коробочка, тут творог, тут значит что-то. И приходят очень быстро. На помощь работникам Центра социального обслуживания приходят молодые активные балаковцы. Ребята из молодой гвардии, гражданского дозора и студенты медицинского колледжа. Они входят в единый штаб по борьбе с распространением коронавируса и также отрабатывают заявки тех, кто не может выйти из дома. Волонтерский центр, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут, фамилия и отчество. Ребята в течение пары часов отрабатывают заявку. Они оплачивают коммунальные услуги, ходят в аптеку и магазин, делают все, что необходимо обратившемуся. Ведь зачастую заявители – это одинокие люди, у которых нет родных. И даже простые поручения для них выполнить некому. Крупы, гречка, рис, сахар, масло, овсяные хлопья, сгущёнка, тушёнка, консервы. Также к чаю, печенье и конфеты. Закупили самые необходимые продукты по списку, который ранее нам был предоставлен. В день заявок по 3-4, даже более, нам достаётся. Так, по городу, я думаю, не меньше 20. Выезжая по заявке, волонтёры соблюдают все необходимые меры безопасности. Обязательно надевают защитные маски, перчатки, держат социальную дистанцию. Благодарна вам. И вообще, мне это очень приятно. Пакет достаточно тяжёлый, так что, с вашего позволения, давайте я вам хотя бы поставлю его на порог. Но будем соблюдать необходимую дистанцию. Всё, можете проводить. Сейчас в России набирает силу движение «Мы вместе», которое призвано оказать помощь тем, кто в ней больше всего нуждается. Оно объединяет людей по всей стране. На днях к нему примкнули и сотрудники всех предприятий «Фосагра», которые личными средствами поддерживают медиков, малоимущих, волонтёров. Сами добровольцы говорят, пандемия рано или поздно закончится. Но такой отлаженный механизм оказания взаимопомощи продолжит работать и дальше. Ведь чувство взаимопонимания и стремления делать добро не исчезнет вместе с вирусом.